и вот тот каким этот автомобиль в реальности был просто парни которые продают автомобили нового честно скажу вменяемые в классный злачный тюнинг скотчем пошел за выход на работу александр так может полмашины разобрали еще надо у нас тут с коллегами есть легкий спор если я пришлю видео о эндоскопии сможешь прокомментировать если вы рихтовали в жопу она получила я думаю что ее тянули не надо эта машина вам откровенно и честно говорю не рекомендую а 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 проверка автомобиля после того когда осматривал ее наш эксперт у меня возникли сомнения к тому что было очень мало видеоматериалов даже несмотря на то что там вместе с ним был наш парень заказчик но как то так друзья для того чтобы было понятно сегодняшнее видео смысл этого видео надо рассказать легкую предысторию предыстория следующая к нам обращается парень нужно осмотреть ford mustang в том числе и эндоскопию двигателя эндоскопию двигателя мы сделали вернее не мы а наш евгений на меднее сделал посмотрел показал файлы отправил и заказчику и мотористу в то же время когда заказчик получает файлы он видит никто не отвечает и он свои эти файлы отправляет своим мотористом так вот мотористы заказчика оказались более проворными нежели мотористы которым отправил евгений и вот весь сыр бор из-за этой ситуации друзья всем привет ford mustang который приплыл из америки слегка в гашен и там и отремонтированный здесь именно об этом сегодняшнее видео как мустанг разовый машин уже подавилась по красу со крыло красилась а от получаешься майже прибор она достала до звери украла сама красилась как отменялся алюминиевый просто фаргаре накрашен исключили нас на машине с облывистик нужно вызначено вот на краях она бьется друзья перед следующим сюжетом надо сказать важное объявление мы развиваемся и мы шагаем в регионы первым шагом у нас идет в Виннице в Виннице у нас уже работают парни которые обучены по нашим стандартам которые предоставляют такой же самый сервис и это мы но только в Виннице и да мы работаем с гарантией причем с гарантией не так как у других вас ведут к официалам официал осматривает и если что то не так то все вопросы потом к официалам сбрасывая ответственность нет мы на себя берем обязательства и гарантия идет у нас через наш сервис крыша не фарбована так был наш щитечок в заднюю часть фонарь оригинал зазоры трехи ризни тут меньше микроумятами вот в этом месте бампер тут лопнул и в этом месте лак пошел стрела аналогично тут где-то больше нет стиль оригинал крыло нефарбоване пластик побитый в верхнюю часть и вот пуст трехи полковозили трещина скрежь здесь все была и вот так сделали выкручиваем сачки там стена в цилиндре для фонар скло все оригинал замены получается капот крыло або завина або окрас потому что оно крутилось но на вигляд оригинале так пока что поднимая поднимаем и поднимаем и потянуло и ломать окна у меня сразу вот возникают вопросы к тому что не очень правильно идеально выставлен объективно если смотреть вот тут вот вот это крыло выставлено несколько лучше да видно что оно выставлялось но опять таки машина после после ДТП нам надо понять насколько хорошо и классно ее восстановили ну паянная хорошо красота перед осмотром данного автомобиля нам не предоставили ни венкод автомобиля ни госномер автомобиля ни техпаспорт вообще ничего ребят машина там езжайте вслепую расскажите потому что по фотографиям то что было с машиной все могут заглянуть и понять что с ней случилось а вы покажите так в общем это было некое образцово показательное выступление и вот тот каким этот автомобиль в реальности был это если уже достать по венкод и посмотрели мы уже немножко позже сзади визуально вроде бы все хорошо вроде бы он не ударенный но по факту он чуть-чуть вгашенный поэтому и бампера нет капот подмят морда подмята пробег салон идеальном состоянии вообще на самом деле для этого парня мы ранее уже смотрели машину это было в прошлом году 7 сентября ford mustang вот он этот товарищ почему могу сразу сказать что у него бампер уже не на месте висит и причем ну разлет где-то миллиметров 4 даже в 5 относительно вот с этой стороной узкопот здесь он такой слегка горбатенький бампер упирается очень сильно там он зазор не выставлен тут тоже как бы оно не совсем в зазоре видно что оно крашено дверь тоже крашеная я не уверен что белый цвет на таком солнце передастся конкретно здесь потек идет бампер чуть-чуть не стоит в месте это крыло тоже крашеная вот потеки сопли так пошли да крашена крашена здесь крашена шпаклевана показания должны быть в районе где-то 120 не больше 130 микрон да все крашеная вся машина запустили двигатель и не знаю передаст камера или нет реально мотор правильно не работает цепь у нее я уже без наушников слышу что звенит что касается не качественного ремонта вот как я и говорил вот тут упирается в пластик вследствие того что вот здесь сильно подогнуто а капот неправильно отрифтован передняя панель она уже расходится от ржавчины самое классное что у нее осталось это салон в салоне здесь особо смотреть нечего по ошибки почитал я по ошибкам с той стороны не видно но с этой видно сейчас покажу не работает у нее датчик дождя потому что его тупо нету его просто тупо не поставили если вернуть назад саму линзу датчика и подключить датчик то будет наверняка все нормально также у нее здесь нету подушек безопасности она сейчас стоит пустая без подушек но то что здесь прокапали это все мелочи жизни вот это вот уже кратеры раковины ямки кто и как называет вот здесь вот уже видно второй слой краски потеки на бампере потеки на самом крыле по ремонту понятно что двери снимались с этой стороны запылено дай бог конечно чтоб я ошибался но очень маловероятно да он отхватывал перегревы и причем даже вот коррозия видно вот этого а тут и масло плавает в антикризе не не надо эта машина вам откровенно и честно не рекомендую у парня был откровенно низкий бюджет но это вот та тема когда вот движет человеком вот хочу мустанги все он целый год копил денег эта машина несомненно лучше того что я смотрел в прошлом году ясен пень что она не идеальная как по мне пока большого трешника нету зазоры не совсем идеально стоят но так в общем то сейчас будем ее посмотреть почитать кстати вылазить отсюда намного легче чем с BMW i8 для то чтобы вылезть нужно перелезть через этот порог то есть надо свою попу поднять и перенести туда в это же время выставить ногу сейчас попробую как это если что сильно не ржать ноги у меня короткие значит надо поднять блин ну такое честно говоря вылазить мне из него некомфортно на всякий случай спрошу подключаться можно некоторые ревностно относятся поэтому спасибо какой классный злачный тюнинг скотчем куда же мы без скотча скотч наши все мустанг может парням надо сказать что мы здесь померяем компрессию у нас на столу не обязательно ехать скажите сказал по телефону что в принципе своими сценами справимся так мустанг 2.3 эко буст в общем все то же самое что и в мазде проблемы мазды перешли на форт 70 процентов сканирования пока ошибок нету ну я думаю она очищена эта машина но в данный момент времени сейчас нужно понять если у нее активные ошибки и тест показывает что у нас в принципе ни одной ошибки нету по всем системам все чисто я пока не буду запускать этот двигатель потому что сейчас мы лезем повторно посмотреть эндоскопом пошел за выход на работу александр на четыре минуты опоздал так мы уже пол машины разобрали так хорошо снимать разрешают все к делу это наш оператор у вас целая команда наше бухгалтер приедет не бухгалтер зараз море еды в пара тяги сало по морде тече да давай сюда их складываем по очереди два требовало сейчас со скосом взять свечи уставшие так смотрим чтобы ничего не попадало а что б сразу не нажать вот этой херой а нету там куда его всунуть а ну подожди Коль ты правильно сказал просто надо правильно руки было поставить тебе надо снова на СТО повисеть спасибо а то что то ты уже ручки у тебя вот так баловаться начинают сколько? маловато ну подожди хватит сколько? 15 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 16 16 15 16 16 16 17 16 17 18 18 18 20 20 Назад. Хорошо. Забил. Не факт. Ну, верни еще раз. Не факт. О, есть легкие потертости. Есть легкие задержки. Ну, это... Давай дальше. Следующий? Да. Так, чтобы она глубокая борозда была, я не вижу. Но вот эта потертость, темная, темная, это из-за того, что вот как раз там вихлопные газы. Хорошо. Все, вытягивай. Сейчас я прокручу. Я сейчас попроху за стрелом, она внизу. Еще надо вбок, не видно. Еще ниже, ниже, ниже опускай, чтобы свет пошел. Вот так. Да. Вот это уже задиры. Ну, она очень мелкая. Но факт того, что она есть... Вот тоже. Нет. Вот не страшно. Ну, это тоже нет. Ну, это потертости, это не задиры. Это потертость. А вот теперь вытягиваем. Я для Верочки вот сейчас это видео еще отправлю мотористу. Что-нибудь на такого тюбик выдавил туда и задиры залезали? Есть, но не совсем тюбик. И потом вот это уже не получится заново с рентгенгами. Тоже придется заново реализовать. А раз того хватит? Надолго хватит. Юрий, привет. Здравствуйте. У нас тут с коллегами есть легкий спор. Если я тебе пришлю видео эндоскопии, сможешь прокомментировать? Затира это или... Хорошо, сейчас скину, спасибо. Я для чего отправил видео мотористу? Для того, чтобы у заказчика не было понимания того, что я защищаю своего эксперта. А для того, чтобы была независимая оценка того, что там творится в середине. В принципе то, что она примятая, это мы видели еще и на предыдущем видео. Ну да, вот она мятая. Вот она сама полка примятая. И походу ее рихтовали. Потому что вот здесь излом идет тоже. Это типа открыть и быстро убежать. Это когда тебя везут в багажнике. Есть плохая примета, когда тебя ночью везут в лес в багажнике чужого автомобиля. То вот здесь есть как раз схема того, как из этого багажника быстро можно убежать. Но запаска досталась уже хорошо. Смотри как чудесно. Да, залом есть вот. Ее слегка... Ее слегка... Вот она все пошла. Да, вот как раз на видео увидели этот залом. Вот здесь его рихтовали где-то. Жопу она получила. Я думаю, что ее тянули. Трошки. Ну тянули, рихтовали. Да видно, что... А не вижу, что рихтовали. Тут следов нет, чтобы били молотками. Ну, нечто приложил и гукнул. Без молотка. Да. Да, согласен. Закидывай, держу. Ну тут как всегда некрасиво. Нет, то, что там некрасиво, это я видел. Вот тоже некрасиво. Нет, так все это было видно. Да. Потому что она некрасиво. Вот эта вот штука уже с тормоз до металла. С одной стороны, с другой. Здесь уже чуть-чуть влазят легкие узри коррозии. Тут походу даже порвали колесо. И диск этот блин, рихтов. Ну колесо это действительно не было. С таким ударом оно бы точно его разорвало. Она здесь не разорвана. Наглясенько коррозии на крыльях. Нет, бампер не встык. То есть бампер здесь. А, вот так сейчас поймаем. Бампер отодвинут назад. Не видим. Да, видно. Помятость с этой стороны. Помятость там в ржавчине уже пошло просто. Видно, выставлялось это крыло. Видно, сорванные грани, болты крутились. Точно так же и на другой стороне. Четыре человека на осмотре машины. Давно у нас такого нет. Тоже грани сбиты. Грани сбиты. О! Мастер звонит. Это 2,3 кабус мустанг. Ну, матовский мотор. Глубина этих задиров вряд ли на что-то повлияет. Это стандартная картинка для плюс-минус любого прямо опрыскового ведра с пробегом от 60 тысяч. Понимаешь, какая штука? Мы померили компрессию. Она везде ровная. Во всех цилиндрах 11. Ну, если тебя интересует вывод по состоянию цилиндров, то, повторюсь, эта картина сейчас абсолютно свойственна. Если ты разберешь этот двигатель, возьмешь микрометр, то ты практически ничего там не намеряешь. Нет, так по состоянию Хона видно, что там они даже есть, но они небольшие. Ну, и повторюсь, это никак эксплуатационно не влияет. То есть он, по всей видимости, ездил таки на малогазском масле. Какое масло сюда лучше заливать? Нескозольное? Слушай, это вопрос такой, блин, как сказать, религиозный. Я понял, у каждого вера в масло своя. Я на самом деле части своих клиентов, которые мне доверяют, я провел эксперимент. То есть заливая впрысковые моторы, для которых чуть ли не 0.20 и 5.30 рекомендовалось. Заливая крепкие, старые, добрые американские масла типа Пензойла, Кендалла и так далее. Абсолютно рядового рейнджа. Ну, то есть 10.40. Ладно, хорошо, спасибо за то, что подтвердил мои догадки, домыслы. Ну, в общем, мы это приблизительно понимали вчера, когда сделали первый раз, посмотрели в двигатель. Но возникли сомнения, потому что там и качество видео было такое не очень. Приехали второй раз снять, и я вижу, что критического нету, но все-таки легкие задиры есть. Уровень масла такой трех выше. Кошмара по мотору я не вижу, хотя констатирую факт очень легких задиров. Ключевое слово очень легких. Я не понимаю, куда их чипуют шеи и так дальше. Куда? Поближе к ремонту. В общем, второй, четвертый цилиндр, очень легкие задиры есть. Но это последствия того, что это прямо впрыскивает мотор и используется... Что, в ямку попал? И используется масло с низкой вязкостью. Вот. То есть это будет следствие практически у всех таких моторов прямо впрысковых, которые после 60 тысяч имеют пробег. Для эксплуатации ничего страшного в этом нету. Масло оно слегка будет подъедать. То есть надо готовиться к тому, что у нее будет не масложор, но с учетом того, что и сейчас у нее уже чуть-чуть ниже уровня, то подъедать он масло будет. А так, жизнь у этого мотора дальше будет. Сказать, что там все очень мрачно, нет, я не могу. Сказать, что все идеально, ну, тоже нет. То есть мелкий задир у него уже есть. Я не знаю, в прошлый раз видели, вы не видели, думаю, что видели. С задней части он слегка получал этот автомобиль. Вот. Не идеально, он собран по зазорам. Ему слегка приехала в жопу. В смысле, в заднюю часть автомобиля. Вот. И там рихтованная задняя панель. Ну, общая оценка такой. Он, ну, собран, грубо говоря, на четверочку с минусом. Назовем так. Потому что по передней части все-таки скачивают у него зазоры. По капоту, по крылу. Крыло не идеально выставлено. Ну, то есть, понятное дело, что его еще можно доделать, переделать. Но покупать автомобиль и его переделывать. Хотя, в принципе, и ценник я видел, что у него там 19 с копейками. А я вижу, что эта машина на этих номерах, она ездила в Германию. Он прошел Dekru. А это значит, что у нее все стоковое. То есть, у нее все на родной прошивке стоит. У нее не выбитый катализатор. У нее родные системы глушителей. Потому что вот там, где Dekra, Dekra в Германии это самый жесткий контроль. И вот Leibor на зеленом стекле с номерами Киева говорит о том, что он действительно ее прошел. То есть, нынешний хозяин, который вот сейчас ей владеет, он, по словам парней, которые продают, он находится в Германии. Кстати, парни отреагировали абсолютно нормально. Говорят, так, ребят, что хотите, то и делайте. Только пожалуйста. Так, чтобы ничего не сломали и сделали все красиво. Потом один из парней меня узнал и говорит, слушай, ну тут вообще пусть снимают, пусть делают, что хотят. Парни, которые продают автомобили, ну, честно скажу, вменяемые. Вот мы сколько общаемся с людьми, ну, порой такие быдланы попадаются. А здесь нет. Свечи здесь заливают. Ну, опять-таки, я же вижу, что это, ну, я понимаю, что машина без документов. И далеко она не ездит. Соответственно, когда запускается двигатель, он богатит смесь для того, чтобы ее прогреть. И вот если у него есть какие-то движения на небольшие расстояния, то вот, грубо говоря, за сеткой здесь есть СТО. И максимум, куда он ездил, в моем понимании, это туда. Потому что, если взять со стороны того, что он тотально жрет масло, то я видел поршня, там нагара на них нет. Вот. Если на этом автомобиле покататься, ну, какое-то время, грубо говоря, хотя бы дня 3-4 в нормальном режиме, не так, где будет просто лить богатую смесь, а нормально на прогретом моторе уже будет нормально заливать. Там, ну, степень сжатия у него позволяет. И состав смеси здесь, я думаю, что 13 к 1. Вот, когда он выйдет на рабочую смесь, тогда у него будет уже, не будет такие черные свечи. Вот. Ну, а так еще от себя могу сказать, что готовьтесь к тому, что, если будете быстро ездить, диски, которые здесь стоят, очень большая доля вероятности того, что они будут бить, потому что они где-то были ударены об бордюр, вот, и их вывести в идеал, ну, очень маловероятно. Хотя, опять-таки, не знаю, многое количество грузов я не вижу, с учетом того, что эта машина ездила в Германию, то, я думаю, дрожь на руле такая, чтобы аж выворачивала руль, и человека бы замучил, он бы давно уже купил новые диски. Поэтому это всего лишь мои предположения, но проверить это, выехать на какую-то скоростную трассу, у нас единственная трасса, которая есть, где можно разогнаться, это Бориспольская, и то она сейчас на ремонте. Большого кошмара здесь не увидели, то есть, да, констатирую факт того, что там, ну, легкие примятости на задних крыльях, я думаю, это вы видели, там, легенькая коррозия на заднем правом крыле, с учетом того, что там стерли до металла краску, тоже вы наверняка видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА